Где-то они стоят внутри, в узких кругах, но широко не озвучиваются, дабы и свои ожидания не разбивать в дребезги, если что-то вдруг пойдет не так. Конечно, ведь есть энергетику такую светлую и такую заряженную, да, по-хорошему. Поэтому, ну, могу сказать, влились действительно хорошо, да, есть еще над чем работать в плане сыгранности, но это нормально, так скажем, кто бы не пришел в команду, а какой блестящий блок. И вот смотрите, сколько ему готовится подавать. Ну вот сейчас все получается по демпу, по высоте. И замена в локомотиве. Оставляет рядышком на каракурт. Ух, какая умница Наталья Малых подняла этот мяч в защите. И еще раз атака локомотива. Юля Бровкина вколачивает. Зона, наверное, это все-таки была, если судя по месту, я бы сказала. Буквально в два с половиной метра в игре. Юля Бровкина. Эйс. Исполнение центральной блокирующей локомотива. Выбивает она из приема Викторию Боброву. Ошибок и принимающих у Протона. Потому что, чтобы дождаться этих ошибок, нужна хорошая... А здесь и сектор. Еще один раз. Уже помогает. На сетку... Точнее, на сторону Протона перелетает мяч после... Рисовали блок против центрального Юлия Бровкина и Наталья Кроткова. Атака Светлана Гатина. Здесь не пустит Юлия Бровкина. И вы посмотрите, на какой высоте попадает те об ладони. То есть настолько высоко Светлана Гатина снимает этот мяч, что только ладонями своими Юлия Бровкина может это... Но сейчас срывается передача. Нет, судья все-таки достаточно лояльно на все реагирует. Касание блока, да. Было... Ну и тут же сразу приходится играть. Татьяне Толок и блок Юлия Бровкина закрывает. Ну вот, наверное, все-таки Юлия Бровкина это один из тех блокирующих, которым может играть на высоте Светланы Гатиной. Поэтому такие отскоки практически невозможны. Продолжение следует...